Стёкла сняли, окна заколотили фанерой. Два витража Национального кафедрального собора в Вашингтоне решили убрать в архив. На них изображение генералов конфедерации. Люди, которые когда-то спонсировали эти витражи, были очень конкретны в том, что имена не хотели видеть на них. Только выходцы с юга, только эти два генерала. В соборе признают, два года обсуждали этот вопрос, но решение ускорил Шарлоттсвиль. Мы не хотели, чтобы эти витражи подвергали опасности как здания, так и наших прихожан. В Ричмонде, штат Вирджиния, вопрос о сносе памятников конфедерации так быстро не решится. Город – бывшая столица Южных Штатов, и только на центральной улице здесь четыре монумента. Президенту конфедерации Джефферсону Дэвису и генералам Стоунволу Джексону, Джеймсу Стюарту и Роберту Ли. Последний на особенном счету у поклонников Южной Армии. Этот памятник – символ защиты своей родины, ведь он за это и боролся. У него была возможность воевать за другую сторону, но он не мог пойти против Вирджинии, своего родного штата. Но такое мнение в городе разделяют не все. Член местного совета Майкл Джонс настаивает. Такие памятники оскорбительны для тех, чьи предки были рабами. Например, для него лично. Необходимо убрать все памятники конфедерата, потому что это неэтично по отношению к американским ценностям. Если бы армия конфедерации победила, рабство бы не отменили. Мистер Джонс уже подал резолюцию в местный совет с требованием убрать памятники с улиц. Но монументы принадлежат штату, а это значит, что самостоятельно город решить этот вопрос не может. Нет, они их не снесут. Они хотят, но не смогут. Прежде всего, есть закон, который эти памятники защищает. Вопрос рабовладения – не единственная причина гражданской войны, настаивают потомки конфедератов. Для Майкла Джонса, чья мама еще вынуждена была ездить в той части автобуса, которая предназначалась для светных, – это сомнительное утверждение. Вы не можете отделить юг от рабства и рабство от юга. Тогда можно требовать снести памятники Джорджу Вашингтону или Томасу Джефферсону, которые тоже были рабовладельцами, говорят потомки конфедератов. Но между ними есть разница. Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон создали систему, которая должна была отменить рабство. А Роберт Ли и Стоунвул Джексон воевали, чтобы рабство сохранить. К тому же первые хотели создать страну, а вторые нарушили ее целостность, добавляет историк Джон Прадос. Но тут же предостерегает – движение за снос памятников само по себе опасное. Возьмите, например, гору Рашмор. Нужно ли оттуда убрать кого-то из президентов, если в один прекрасный день мы решим, что в прошлом у кого-то из них было что-то не очень хорошее? Мы также можем требовать снести памятник Колумбу за его отношение к индейцам. А Теодор Рузвельт был страстным охотником. И тут могут протестовать уже защитники животных. Сейчас в США более полутора тысяч только скульптур, которые поставлены в честь деятелей Конфедерации. И лишь некоторые из них не вызывают дискуссий. Например, памятник в городе Фредериксбург. Солдат-южанин Ричард Киркланд поет водой своего врага. Солдата-северянина во время гражданской войны. Историки до сих пор спорят по поводу достоверности этого факта. Но вот протестовать против самой скульптуры пока что никто не собирается. Лиза Бакалей, Сергей Соколов, Настоящее время Америка, Вашингтон.